Считается, что построить дом это довольно дорогостоящее занятие. В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как мы сможем сэкономить более полумиллиона рублей на строительстве нашего загородного дома. Идею строительства дома мы вынашивали довольно много лет, поэтому вопрос экономии было посвящено немало времени. Наша строительная эпопея началась в 2016 году с покупки небольшого земельного участка на окраине села, которая обошлась нам всего лишь в одну сотню тысяч рублей. И это было единственное, на что тогда был способен наш кошелек. С того момента, вот уже четыре года мы потихонечку обустраиваем нашу усадьбу, и я веду об этом репортаж, такой своеобразный дневник нашего строительства, об устройстве нашей усадьбы, и показываю эту хронику в плейлисте «Моя земля». Вопрос экономии средств всегда был и остается самым насущным в деле строительства дома. Поэтому сегодняшнее видео «5 способов, как сэкономить на строительстве дома» — это наш практический опыт, которым я и хочу поделиться с вами. Хочу сказать, что у моего мужа высшее военно-строительное образование, поэтому все советы, которые мы будем давать в этом видео — это советы от профессионала. И это не только высшее образование, но еще и очень большой опыт работы в строительстве, в том числе прорабам. Итак, первый способ сэкономить на строительстве дома — это выбрать правильный материал. За те годы, пока мы вынашивали идею строительства, мы перебрали все возможные способы строительства из всех возможных современных материалов и пришли все-таки к выводу, что наиболее дешевый способ строительства на сегодняшний день — это все-таки каркасный дом. Да, наш дом каркасный. А то, что вы видите сейчас эти блочные перегородки — это всего лишь сам узел. Правкаркасное строительство мы сэкономили еще и на фундаменте, сделав его вместо ленточного точечным. Эта экономия составила как минимум в два, а то и в три раза. Некоторые по старинке утверждают, что каркасное строительство — это ненадежное строительство. Мы считаем, что это не так. Современные строительные материалы, в том числе утеплительные материалы, позволяют делать каркасный дом надежным, прочным, очень теплым и долговечным. Второй способ сэкономить — это сделать правильный проект. Когда мой муж разрабатывал проект нашего дома, он изучил рынок габаритов и размеров строительных материалов, всех строительных материалов, которые нам потребуются для нашего дома, и сделал проект с таким расчетом, что у нас практически нет отходов. У нас безотходное строительство. Выстроив вот такой дом, мы имеем вот такую жалкую кучку строительных отходов. Вот эти несколько щепочек — это, собственно, и все, что у нас есть из отходов. Третий способ сэкономить — это, собственно, сэкономить на самих строительных материалах. О, это целая песня, это наша гордость. Я вам сейчас кое-что покажу и расскажу. Блокхаус мы купили в пять раз дешевле, потому что муж нашел ликвидацию из клада. Базальтовый утеплитель мы купили в три раза дешевле на заводе-изготовителе. Лес нам обошелся в полтора раза дешевле. Муж нашел очень хорошего производителя. Кровлю мы купили с бешеной скидкой. Спасибо мужу, попал на акцию. А вот на красном кирпиче для кладки камина мы не только очень здорово сэкономили, но еще и приобрели очень качественный материал, так как этот кирпич мы купили на заводе, на кирпичном заводе старом, советском, который реконструировался и разбирали печь, в которой раньше, собственно, делался обжиг. Поэтому этот кирпич, он очень прочный и закаленный. Для кладки камина самое то. Таким образом, экономия на строительных материалов это наиболее существенный пункт в перечне способов, как сэкономить на строительстве дома. Четвертый способ сэкономить это найти недорогую рабочую силу. И вот здесь нас очень сильно выручили наши друзья из Молдавии. Молдаване очень работящий, дисциплинированный народ, с которыми нам удалось договориться за вполне приемлемую цену. Ну и наконец, пятый пункт сэкономить. Как утверждает мой муж, очень главный пункт это самому принимать очень живое и непосредственное участие в строительстве дома, наблюдать за рабочими, вовремя поправлять их ошибки, контролировать весь процесс и ни на секунду не отрывать глаз от хода стройки для того, чтобы потом не пришлось переделывать погрешности рабочих. Этим собственно и занимается мой муж все это время, что мы строим дом. По правде говоря, это первое лето, что мы прибегли к помощи сторонней силы в строительстве дома. Все предыдущие сезоны муж расправлялся практически в одиночку, начиная с самого начала, с рытья, скважины, с фундамента и так далее. И все это ему удавалось и удается, я считаю, в немалой степени из-за того, что у него здоровый образ жизни, что у него здоровый образ питания. И к этому, конечно же, я приложила руку. В общем, несмотря на свои 62 года, он очень активно строит дом. И я думаю, что это здорово, когда тебе уже, когда ты уже практически пенсионного возраста, но у тебя все еще полно планов, полно перспектив и полно сил для осуществления этих планов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова